Да, друзья, обычно иностранными монетами я мало интересуюсь, но вот на торгах я наткнулся на вот эту монету. Привлекла меня дизайном необычным, тем более это Германия, 18 века. Но я вот не понимал, кто изображен на реверсе. И когда я вычитал, что это апостол Павел, то сразу решил выиграть торги любой ценой и заполучить монету. Это монета без преувеличения, религиозная, с необычной историей и содержанием. Вот об этом и поговорим подробно. Справедливости ради стоит начать с самой характеристики монеты, с ее описания. Оно достаточно содержательное. Трип Фейнинга 1759 года. Страна. Мюнцерское княжество-епископство. То есть это такое государственное образование, где во главе стоял князь-епископ, которое входило в состав Священной Римской империи. Вот такое государственное образование немецкое не имело собственной армии. Значит, Мюнцерское княжество-епископство насчитывало населением 300 тысяч человек. И в то время в Священной Римской империи было 7 монетных систем. Значит, монетный двор, который выпустил монету, кафедральный собор Мюнстера. То есть в 1222 году Мюнстеру дали право чеканить собственную монету. Период чеканки был 1739 до 1760 года. Но это не каждый год чеканилось этот номинал 3 пфейнинга. Самый маленький номинал из пфейнингов было 2 пфейнинга, а самый большой 6 пфейнингов. Тип. То есть это регулярный чекан для обращения. Вес у нее 3,7. Диаметр это обычные монеты у нее 24 мм. Валюта в то время в северных частях Римской империи, то есть в северной части Европы, тогда господствовал серебряный талер. Значит окантовка, вот эта окантовочка, она с зазубринами с обеих сторон. Наверси и на реверси. И кромка у нее гладкая. Ну мы называем гурт, тогда немцы называют это кромкой. Или называли и кромкой. Тираж неизвестен, но учитывая, что среди коллекционеров входит определенное количество, в процентном соотношении, то 59-го года, 1759-го года, их находится в обращении среди нумизматов 15%, среди именно трех феннигов. Ну и конечно каталожный номер у нее есть, КМ430. Теперь немного скучная информация, описание Аверса и Реверса, но для кого-то она важна, потому что для меня эта монета теперь имеет сакральное значение. Итак, Аверс. На Аверсе изображена римская цифра 3, по краям слева и справа крестообразные распорки. Вот они, крестообразные распорки. Раз, два. Ниже надпись «Феник» на немецком. Далее год чеканки 1759-й. По краю монеты круговой орнамент. Дальше реверс. То, что и привлекло мое внимание. Значит, в центре монеты изображена фигура святого Павла, апостола Павла с мечом из Библии в руках. По центру полоса, под полосой имя «Es Paulus», то есть «Savul Paulus» по латыни. И по окружности надпись здесь «Легенда». Здесь сокращенные символы, означающие монета «Cathedralis Ecclesias Monasterii». То есть, если перевести с латыни, это переводится как «Соборная монета церкви и монастыря». Ну, собственно, перед тем, как мы с вами перейдем к жизни апостола Павла, стоит поговорить о цене этой иностранной для нас монеты. Так, по статистике, сайт ebay.com продает эту монету. Такой у нее разброс цены. Вот таблица, только она в долларах, несмотря на то, что это Евросоюз. Вы видите, что нет такого понятия, как «About Uncirculated», «Анце» нет. Самая лучшая монета времени считается «XF». То есть, она и дороже всего оценивается. В нашей стране вы тоже найдете очень сильный разброс по ценам. И в хорошем качестве, и в плохом, очень большой разброс. Монет мало всего в нашей стране. То есть, там на них спрос больше в Евросоюзе. Потому что это их история. Что же мы знаем об апостоле Павле? Мы знаем его как первоверховного апостола Павла, и он не входил в число 12 апостолов, а также не входил в число последующих 70 апостолов. Биография жизни Павла изложена в новозаветной книге «Деяния святых апостолов» и частично в посланиях самого апостола Павла. Из этих писаний известно, что при рождении его назвали иудейским именем Саввел, который был выходцем из иудейской семьи из города Тарс, что на юге-востоке Турции. Период рождения Павла между пятыми и десятыми годами нашей эры, то есть от Рождества Христова. Выходцем из иудейской диаспоры молодой Саввел был фарисеем, то есть последователем старой религиозной школы. Он отправляется в Иерусалим и становится учеником известного на то время раввина Гамалиила. У него он и научится правильно толковать Тору, изучит закон Моисеева. Когда первые христиане появились в Иерусалиме и стали проповедовать, что Бог явился на землю, будущий апостол Павел, он же Саввел, как и все фарисеи, видел в этом страшную ересь, как неправду о Боге. Как воинствующий фарисей, он начинает преследовать христиан, заточая их в тюрьме и подвергая суду. Однажды он выпросил у первосвященника письма в Дамаск к синагогам и решил отправиться в этот город, потому как в Дамаск бежали христиане от спасения. Молодой фарисей полагал, что во что бы то ни стало, должен отправиться в Дамаск, чтобы организовать гонения на христиан и истребить их. На пути в Дамаск внезапно ярчающий свет с неба ослепил его, и он упал на землю. Ослепший Саввел услышал голос, говорящий ему, «Саввел, Саввел, что ты гонишь меня?» «Кто ты, Господи?» Господь ответил ему, «Я Иисус, которого ты гонишь». Услышав голос Христа, Саввел уверовал в него. Шедшие с ним привели Савва в Дамаск, где он был исцелен от слепоты и принял крещение. После исцеления в Дамаске он стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Иисус Христос – Сын Божий, с той же настойчивостью, что и при гонении на христиан. Теперь будущий апостол Павел несет в мир благую весть. Он был прекрасным оратором, был образован и умел убеждать, обладал харизмой. В синагогах он вел дискуссии, и некоторые иудеи принимали его проповеди. Прибыв на остров Кипр, обратил христианство проконсула Кипра, и с этого момента он именуется Павлом. Павел, новообращенный христианин, из язычников возвращается в Иерусалим, но христианская община его не принимает. Она попросту не доверяет ему, так как только недавно он сам преследовал христиан. В это время апостол Павел в Иерусалиме оказывается изгоем, так как в то же время иудейская община его не принимает. Она смотрит на него с опаской, как на перебежчика, как на предателя. Апостол Павел опровергает иудохристианство. Он утверждает, что постановления иудейского закона не имеют смысла. В 49-м году от Рождества Христова, то есть нашей эры, был создан первый апостольский собор. После этого Павел отправляется в свое первое миссионерское путешествие. В одних стандалях он обходит большие и малые города, читая проповеди и создавая там христианские общины, которым писал свои знаменитые послания. Ему принадлежит изречение «Если кто не хочет трудиться, тот и не ест». Ни один апостол не обошел столько городов, сколько апостол Павел. В каждом городе он останавливался по несколько дней, месяцев, иногда лет. Много раз он был гоним, в него бросали камнями. И несмотря на то, что с ним были помощники, ему часто грозила смерть. В начале 50-х годов апостол Павел прибывает в Афины, город древних язычников. Город образованных людей, где также было много философских школ. Афиняне не были очень суеверны, и апостола Павла пригласили выступать перед городским советом. Однажды он сказал афинянам, «Я видел в вашем городе алтарь неведомому Богу, Так вот, этот Бог, которого вы до сих пор не знали, но почитали, и есть Иисус Христос, создатель и судья всего мира, который воскрес из мертвых». Однако возмущенные философы, интеллектуалы даже не стали его слушать. Но все же постепенно в Древней Гриции апостол Павел создает очень сильную христианскую общину. После своего третьего путешествия апостол Павел возвращается в Иерусалим. Став уже популярным, вызывает волнение среди горожан, и только римляне стали на его защиту от расправы толпы. Все же он оказывается на иудейском суде того времени. Он попросил суда у императора Нерона, поскольку он апостол Павел римский гражданин, а по закону Римской империи иностранцев казнили распятием, а римлянам отрубали голову. Павел и раньше хотел посетить Рим, столицу империи, но теперь его везут под комбоем на корабле. Стоит добавить, что на этом корабле был с ним евангелист Лука, который впоследствии и напишет биографию апостола Павла. Оказавшись в заключении, в период 58-60 год, в Риме Павел и там начинает проповедовать. Именно в Риме он напишет свои знаменитые послания. К тому времени Павел уже превратился в старика. У него была борода и редкие волосы на голове. Ему было около 60 лет. При правлении царя Нерона апостолу Павлу предъявляют новые обвинения и приговаривают к высшей мере. По легенде апостола Петра и Павла казнят почти одновременно в годы гонения на христиан с 64 по 67 год. Нужно сказать, что апостол Петр и Павел были первоверховными апостолами с одной лишь разницей. Апостол Петр видел и слышал Иисуса Христа, а апостол Павел лишь слышал его голос на небесах. Сразу после казни тело апостола Павла отнесли в ближайший некрополь и там же захоронили. В 2006 году ватиканские археологи находят каменный саркофаг с надписью Павел Апостол Мученик. При помощи зонда обнаружив там частичек костей. С помощью тщательно научного анализа радиоуглеродным методом было установлено, что останки принадлежат мужчине в возрасте от 65 до 70 лет, жившему в первом веке нашей эры. В 2009 году Папа Римский, Бенедикт XVI торжественный объявляет результаты. Останки находящиеся в базилике святого Павла действительно принадлежат апостолу Павлу. Апостола Павла не случайно называют основателем христианства. Он в действительности определил устройство церкви на многие тысячелетия вперед. Он изменил историю Европы, историю всех народов, которому он привнес христианство. Чтобы быть христианином, не обязательно быть евреем, отказываться от культуры, от своего языка, жертвоприношения. Это все не обязательно, говорил Павел. Послание апостола Павла читает на проповедях и по сей день почти на каждой литургии.